Евгений Алексеевич, прежде чем начать обсуждать какое-то положение на Украине, которое сейчас многих волнует, было бы интересно обсудить несколько другие вещи. И сначала хотелось бы коснуться даже лично вас. Я вас снимаю уже второй год и смотрю, что... Не всегда, конечно, но иногда посматриваю, что народ пишет под роликами на Ютубе. И в первые, наверное, полгода писали в основном, что этот депутат сошел с ума, что он там напился, что он что-то не то несет. В общем, что просто вот он какой-то сумасшедший. Причем большинство вот этих подписей, они были плохого содержания. Что это все неправда, это все чушь, мы не колония, Путин царь и бог и все такого рода. Потом стали появляться уже другие-другие сообщения, которые как бы им спорили, как-то не соглашались. То есть я вижу, что с одной стороны есть люди, которые выражают свое мнение. Может быть, они и думают, что действительно Путин царь и бог, они честно его пишут. Есть люди, которые явно рабочие тролли. Это причем даже очень часто видно, что когда ролик вывешивается, начинаются писать вот эти комментарии. И одни задают, другие против, обсуждаются, обсуждаются. Потом проходит час-два и такая волна сразу, что все неправда, все плохо, Федоров плохой. Прямо вот один за одним, в течение буквально через минуту, через две. Четко как задание получается, так и значит и пошло. Но сейчас я хочу немножко о другом рассказать. Вот эти вот тролли заказные, работники, они меняют стиль своих сообщений. То есть если сначала они писали, что Федоров сумасшедший, потом, значит, они стали писать, что Федоров работает на Чубайса. А сейчас они пишут, что да, мы даже согласны с тем, что колония, но Федоров плохой, потому что он хочет вывести людей на улицы. А вот когда он выведет людей на улицы, то будет ай-ай-ай, не пойми что. То есть всякий раз методичка меняется. Они понимают, что вот это уже не прокатывает, то есть народ на это уже не ведется. Значит, надо по-другому. И они как бы больше мимикрируют, что ли, маскируют, скажут, да, мы за, мы патриоты, мы такие-сякие, вот. Но Федоров плохой. Вот так вот это все происходит. Начну, давайте по полочкам. Во-первых, в чем суть сегодняшней информационной системы? Она полностью контролируется интервентом-оккупантом. То есть не какие-то детали, а все основное информационное сообщение, все основные информационные подходы. Это типичный англосаксонский метод, они очень хорошо умеют с ним работать. То есть для них появление правды даже чуть-чуть означает очень значительное сотрясение всей основы. Это вот как они надули большой шар, а иголочка может быть маленькая, но она дырочку делает, и весь шар сдувается. Именно поэтому они так истерично относятся, например, к Russian Today, который создал Путин, и который на информационном пространстве мира, даже не России, весит нам тысячные доли процента. Но даже такие тысячные доли, они разрушают всю их картину вранья и лжи, которую они создают в мире. И это вызывает просто гигантское возмущение. Хотя сам по себе это очень небольшой ресурс, небольшой по деньгам. И тем не менее, вот он так, не случайно его американцы называют главным врагом в своем информационной сфере Russian Today. Хотя еще раз говорю, это доли какие-то там, тысячные доли процента. И даже в Конгрессе называют, что идет информационная война, и вот Russian Today побеждает. Вот такая малюсенькая букашечка побеждает такую гигантскую американскую империю. Это даже смешно слушать. Но они так это говорят официально в Конгрессе. Госсекретарь США говорит об этом конгрессменам. Когда просят дополнительные деньги или какие-то меры. То же самое касается и здесь, внутреннего положения России. То есть информация, которая несет правду, она на порядке сильнее, чем тотальный завал лжи, который у нас сформированный. Но вообще не секрет, что вся российская государственность, она основана на лжи. 91-го года я имею в виду. То есть это иностранцы приехали, американцы создали государство лжи. Где ложные лживые институты, там Думы, например, делают вид, что принимают законы. Правительство делает вид, что правит. А все решается из Вашингтона. Это просто исполнительные органы той стратегии, которую формирует Вашингтон. И правда об этом она разрушает. Кроме того, я же не говорю ничего нового вообще говоря. Если вы обратили внимание, я не являюсь источником инсайда. То есть какие-то мне, конечно, вещи известны, потому что я в определенных кругах вращаюсь. Но в принципе, по большому счету, от меня нет инсайда. То есть фактически я говорю о том, что люди и так знают. Вот что такое инсайд? Это я знаю, а другой нет. А тут все знают. Другое дело, что они на это не смотрят из-за того, что им с утра до вечера промывают мозги как бы в другом ключе. А тут появляется возможность хотя бы 5 минут в день посмотреть с другой стороны на ту же информацию, которую, в принципе, перед чирилайком лежит. Да еще сопоставив ее с историческим мышлением, которое мы учили в семье, родители, деды, прадеды и так далее. То есть как бы возвращаем здравый смысл. Кроме того, то, о чем я говорю, это вообще стоит на позициях здравого смысла. То есть фактически люди делятся на тех, которые делают вид, что они это не принимают. Но при этом они это понимают, что это правда, но являются врагами в силу своей системы. И на тех, которые просто не понимают, то есть имеют настолько низкий уровень восприятия информации о ее обработке. Не хочу сказать слово глупые люди, но фактически так, что они просто ее не принимают. Не обязательно быть глупым, просто если тебе постоянно давят и дают неправильные факты, неправильное их толкование, то ты не особо, если даже не хочешь задумываться, ты будешь их просто воспринимать. Нет, человек, я еще раз говорю, я же призываю к мозгам. Как человек, который начинает думать, он за пять минут изрушает всю эту, может быть, огромную массив лжи, которую ему навешали на уши. Он просто пять минут, он решает эту проблему для себя. В этом плане умный или неумный. Или отмахивается, потому что не хочет вдуматься. Но это человек занял такую позицию. Вы правы, американцы для цели поддержания этого в своем информационном пространстве содержат так называемые отряды атаки. И вот те тролли, роботы, которые в интернете есть, это вообще вот те самые миллиарды долларов, о которых говорил госсекретарь США. И бюджет США содержит на информационную войну в России. Где-то же они, эти доллары, реализуются. Вот они реализуются в виде задания небольшим количеством. А дальше начинают привязку, придумали просто из пальцев, прямо противоположно, так называемые мемы. Мем по Чубайсу, типа я когда-то с ним вообще был у него в подчинении. Никогда в жизни не было. Я всегда был на разных сторонах политического процесса. Он в одной партии, я в другой партии, которая с ним дралась, воевала и так далее. И дальше никогда не было у него в подчинении. То есть ложь, но поскольку в их позиции тысячи информационных источников, вот миллиарды долларов гонят, и они звучат, орут, то что называется в общем информационном пространстве, то элементарно проверяемая правда до нее просто многие не доходят. Ну нужно же 10 минут потратить, чтобы посмотреть биографию, да? И сравнить. Почитать. Ну да, сравнить биографию и увидеть, что не было никогда такого. И это не 10 минут, это больше. Ну 20 минут. А тут как бы вешают, 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 и человек занят своими бытовыми делами, идет мимо и не обращает внимания. У них есть специалисты, они управляют процессами, это же освоение денег. Это специалисты в области информационной войны, они получают за это гранты, находятся в Москве, и не только в Москве, в зарубежных где-то русскоговорящих центрах, и в самом Вашингтоне. И они не идиоты, они умные люди, они совершили много революций с помощью них совершено. Они контролируют весь мир, это огромная империя, это защитники американской колониальной империи, их информационные отделы. Конечно, они не идиоты. И последний аргумент, который действительно я его читал, по поводу того, что вот люди на улицу выйдут и будут против России или за Белоленточ. Но это просто аргумент рассчитанный абсолютных идиотов в информационной среде. Вот представьте себе, человека вы мобилизовали, допустим, на фронт в 41-м году. А он приехал на фронт, посмотрел и выбрал сторону фашистов. Ну, такое можно себе представить? Ну, сложно, конечно. Ну, вообще невозможно, это просто глупость. Нет, там еще по-другому, что вот толпа на улице, это неуправляемая совершенно... Подожди, ну раз вас все равно типа, а армия это что, не толпа, вас все равно типа мобилизовали. Ты, я приехал на фронт, меня мобилизовали, дали ружье. Я вот выбираю, пойти за фашистов или за Красную Армию. Он подумал и решил, пойду-ка за фашистов, там лучше кормят. Это вот как-то вот из этого, из этой серии. Это же полностью изначальная глупость вот так думать о людях, которые идут и на улицу защищать свое отечество и свергать колониальный механизм управления, скажем прямо. Конечно, и, естественно, это люди разумные, которые прошли через, нашли вот эти минуты на изучение ситуации, на анализ. И они, придя на улицу, они занимают там конкретную позицию, они знают, что они хотят. Они знают, что они хотят на этом референдуме, который мы добиваемся. Мы же не просто идемте на референдум. Мы же говорим 13-я, 15-я статья. По статьям возражения есть? Нет. Значит, мы людей приглашаем реорганизовать эти статьи, убрать их из Конституции. Конкретные, 13-я, 15-я. И думать о людях, что они вот не сообразят и вдруг перепутают эти самые берега или перепутают армии и встанут на армию фашистов, это, конечно, абсолютная глупость изначально. То есть это просто придуманная ерунда. То, что ведется информационные на вас какие-то нападки, постоянно ведутся. С одной стороны, мы это видим. А с другой стороны, мы не видим. На вас, может быть, тоже какое-то давление оказывается. Информационные нападки, да, идут. Но это, я считаю, нормально. Это же война. Борьба. Вы на войне стреляют. Если вы находитесь на фронте, в вас летят снаряды. Это обычная ситуация. Если бы не летели, было бы необычно. Правильно? То есть мы на фронте и, естественно, должны обстреливать. В данном случае информационно. Но первый метод, полное замалчивание, он и сейчас есть. Идеи НОДА запрещены в средствах массовой информации. Это, кстати, тоже показывает, насколько они управляемые американцами. Сами идеи. То есть прямо в редакциях отслеживают. Мало того, я общаюсь с журналистами, редакторами, их обзванивают. Просит эти идеи не поднимать, с Федоровым не общаться. А там, где это закрыть нельзя в интернете, там так называемая контрработа. Что такое контрработа? Это промывка мозгов большой количества информации, ложной или нейтральной, ненужной. И за счет этого замещение той информации, которую мы несем, НОД, позиции, замещение мусором всевозможным, для того, чтобы человек об этом отложил, отложил, отложил решение изучения этого вопроса. Вот это основная вещь. Именно на это направлены эти атаки. С глупостями, с роботами. Робот, это когда пишет компьютер. С роботами на это отправлены атаки. То есть утопить наши информационные посылы, нашу правду, утопить ее как бы в мусоре, чтобы до нее труднее было дорыться, докопаться. НОД уже большая организация, 150 тысяч человек. Это очень трудно сделать. И мы действительно за два года пробились, за полтора-два года, на очень серьезный информационный уровень, не имея ни одного средства массовой информации, не имея ни одного ресурса. Против нас выступает вся система, кроме Путина. То есть вся система. Так и он выступает против системы. И несмотря на это, почему идеи НОДы развиваются и одерживают победы? Да потому что мы правы. Потому что чем больше будут по России бить колотушкой по голове разными способами, военным, санкциями, чем угодно, тем больше будет людей задавать вопросом, а почему бьют. И чем больше они будут задавать этим вопросом, им нужно будет искать ответы. Американцы и их хэллоуи в России ответы дать не могут. Продолжение следует...